Музыка Для изготовления бархатцев нам потребуется Желтая и бордовая мастика для самих цветков Зеленая мастика для листочков и стебля И мастика кирпичного цвета для серединки одного из цветков Также нам потребуется скалка Шариковый стек Разведенная водой мастика для склейки Лезвие Также нам потребуется кокосовая стружка для оформления сердцевинки Я использую желтую и оранжевую А также поддерживающие заготовки из фольги для сушки цветов К ним кусочки салфетки, чтобы цветки были на ней, а не на фольге Какая-нибудь высокая опора для того, чтобы сушить цветы А также зубочистки, которые я буду использовать как шпажки и непосредственно для наших цветов Итак, приготовим сердцевинки цветов Прежде всего мы измельчим кокосовую стружку, чтобы она была очень-очень мелкой фракции Эта стружка будет имитировать тычинки наших бархатцев При помощи лезвия измельчайте, насколько это возможно Вот такой мелкой фракции у нас получается кокосовая стружка То же самое проделать с оранжевой стружкой Теперь приготовим непосредственно наши серединки Я буду делать три цветка, и в каждом цветке у меня будет сердцевинка своего цвета В одном будет желтого цвета, в другом кирпичного А в третьем некий промежуточный между ними цвет Поэтому я разминаю кусочек желтой мастики Кусочек кирпичный А также потом соединю эти два цвета и получу промежуточный Скатываем сначала в шарик, а потом в некий маленький цилиндрик Это будут наши сердцевинки Вот такие три цвета мы получили Приготовим нашу кокосовую стружку А также клеящую массу И теперь окуная шпажку в разведенную мастику Мы сразу же насаживаем на нее нашу сердцевинку Излишки мастики мы убираем И больше половины дела сделано Теперь нам надо смазать мастикой головку сердцевинки Примерно до половины И смазанную часть мы окунаем в стружку Приплющиваем руками И снова окунаем, чтобы не оставалось никаких клеящих мест Все, наша заготовка готова Мы ее отправляем на просушку Точно так же мы заготавливаем остальные сердцевинки Теперь перейдем непосредственно к изготовлению цветов Итак, кусочком размятой мастики Мы придаем квадратную форму И этот квадрат по диагонали разрезаем пополам У одного и у другого кусочка Соединяем эти кусочки И сплющиваем так, чтобы они стали одним целым При этом смотрите, чтобы цвета не сливались Спрессовываем и иногда раскатываем в колбаску И теперь мы эту колбаску разрезаем пополам Излишки мы с краев убираем И перед тем, как соединить эти два кусочка Убедитесь в том, что цвета расположены ровно Без скручиваний И теперь с желтой стороной мы соединяем эти два цилиндрика Спрессовываем При этом спрессовываем так, чтобы наверху оставалось больше желтого цвета Чтобы красный цвет не соединялся Внизу он соединяться может Излишки мы снова срезаем Они нам не нужны И вот такой на срезе лепесток мы получаем Он должен быть заужен к низу А с желтой части немножко расширен Быть в форме некого такого сердца Чтобы усилить форму сердца Мы с желтой стороны немножко продавливаем шпажкой И в итоге мы получаем заготовку наших лепестков Теперь мы нарезаем на лепестки нашу заготовку У данного сорта бархатцев в каждом цветке по 8 лепестков И теперь берем каждый лепесток Придаем ему форму удлиненного такого сердца Немножко расплющиваем Внимательно следите за тем, чтобы наверху не было красного цвета Если там оказался у вас красный цвет, его лучше срезать И немножко закруглить форму при помощи пальцев И так мы подготавливаем все лепестки Теперь припыляем ладонь крахмалом кукурузным Кладем лепесток и при помощи шарикового стека Делаем края наших лепестков немножко тоньше Они не должны быть волнистыми Они должны быть просто чуть-чуть потоньше В процессе утончения лепестки приобретают форму легкой такой лодочки Это то, что нам надо По окончании у основания лепестка мы делаем как бы такую ножку Она будет находиться в около цветочной сумке Еще раз утончаем края И у основания лепестка защипыванием делаем такую ножку Вот такой легкий изгиб получается на лепестке Вот таким он должен быть Итак, наши лепестки готовы Заготовки сердцевинок высушены Подготавливаем клей И сейчас будем склеивать цветок Берем нашу заготовку И нижнюю часть головки мы смазываем жидкой мастикой К этой нижней части мы прикладываем лепесток Вот таким вот образом Ножкой лепестка почти доходит до шпажки То есть вот так вот он должен выглядеть И накладываем на сердцевидку все наши 8 лепестков Субтитры создавал DimaTorzok Поправляем лепестки Добавляем лепестки И отправляем на сушку в подвижном верх ногами виде Цветок подсушиваем где-то до половины Чтобы он был еще подвижный, но при этом уже держал форму После того, как цветок немножко схватился Мы его перевернем И будем сушить вот на таких кольцах Укладываем в каждое кольцо салфетку И в таком положении мы подсушиваем цветок До окончательного его застывания Благодаря этому этапу подсушки Лепестки цветка будут слегка изогнуты А пока наш цветок засыхает, мы приготовим листья На каждом цветке у меня будет по одному листку У бархатцев лист сложный, поэтому мне нужна центральная прожилка На которой будут закрепляться листочки При помощи экструдера я делаю прожилку Я делаю три цветка, поэтому мне нужны три листочка И для удобства изготовления я буду использовать кусочек пластика На котором буду делать каждый листочек Кладу прожилку на пластик Из зеленой мастики я делаю тонкую колбаску Из которой буду нарезать листочки Теперь отрезаю фрагменты Это будут наши листочки Сначала делаю самый большой фрагмент Это центральный листочек И далее у нас идут четыре пары листочков Которые будут сначала маленькие, потом крупнее Самые крупные и помельче Катаю шарик, потом капельку Немножко приплющиваю И вот такая заготовка листочка получается При помощи тупой стороны лезвия я делаю прожилки И прикладываю к основанию нашей центральной оси Инструментом вдавливаю мастику Для надежности склейки можно смазать это место водой Но мастика у меня очень свежая, поэтому у меня не было надобности делать это И точно так же мы поступаем с боковыми парами листьев Я рекомендую делать листья не по одному и приклеивать А сначала сделать все заготовки листьев И уже вам будет видно, где листья побольше, а где поменьше И только после этого разобрать их по парам И сделать прожилки А после чего закрепить на основании Надежно закрепляем листья Вот такой вот лист у нас получается То же самое мы проделываем с остальными листиками И теперь на губке или специальном коврике Я утончаю края листочков Чтобы они выглядели более натурально Поскольку я люблю детализированные цветы Я еще краешком листьев При помощи зубочистки Либо шила Либо какого-то иного острого инструмента Придаю такую заостренную Зазубренную, я бы сказала, форму А также делаю некий такой легкий изгиб самим листочком Сушить свои листочки я буду вот на такой пузырчатой пленке Примерно до середины высыхания Итак, наша заготовка цветка высохла И теперь нам надо сделать околоцветочное ложе И приклеить к нему листик Листочки наши тоже слегка подсохли Итак, берем жидкую мастику Зеленую мастику И хорошенько ее размяв Раскатываем в колбаску Немножко раскатываем при помощи скалки Это будет наша околоцветочная ложа Вот так вот оно будет выглядеть Итак, под цветком смазываем полностью все пространство Оставляя только края лепестков И немножко захватываем шпажку И теперь накладываем под самый-самый цветочек Кусочек нашей мастики И оборачиваем вокруг цветка Делая как бы такую чашечку Отступив от цветка, мы немножко заужаем А шов можно заровнять при помощи воды Излишки воды потом можно промокнуть Все, шва нет У нас остался равномерный цветочек Итак, под цветком у нас получается толстая часть А далее мы сужаем, чтобы цветок переходил в стебель Теперь при помощи тупой стороны лезвия Мы делаем как бы такие бороздочки на цветочном ложе Как это бывает у бархатцев Делаем эти бороздочки по всей окружности Для особо дотошных мастеров я порекомендую поднять края каждой бороздочки Чтобы придать еще более естественный вид Но в принципе этот этап можно опустить Это уже совсем-совсем детали Вот такой цветок у нас получился И нам осталось только приклеить листочек Вот так листочек будет располагаться На основании цветка мы капаем граммулечку жидкой мастики И приклеиваем к ней наш листок Прессовываем в мастику Излишки жидкой мастики мы убираем Либо замазываем сверху И в таком виде мы сушим цветок до полного высыхания Итак, вот такие бархатцы были взяты мной за образец И вот такие бархатцы из мастики у нас получились Веселые, смешные, прикольные цветочки Пожалуй, одни из самых любимых моих бархатцев Если вам понравилось мое видео, оказалось для вас полезным Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал на YouTube А также в группу ВКонтакте А сегодня на этом все Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok